Победа над судьбой неминуема, поэтому цель человеческой жизни — это привязать свое сердце к святости. Ищите святых людей, ищите святыни, ищите святость, свои веры, ничего не меняйте. И меняйте жену, страну и веру. Ничего не меняйте. Просто ищите настоящее, и тогда жизнь поможет достичь совершенства. Человек должен, человек призван развиться, призван побудиться, чтобы его сознание увидело всю глубину этой жизни, этого мира. В этом цель человеческой жизни, а не в том, чтобы просто решить свои проблемы, которые сейчас гложет тебя. Нет жены, нет мужа, нет детей, нет денег, нет квартиры, и человек мучается, думает, что это и есть самое главное в его жизни. Но когда он копит благочестие, когда он молится, делает добрые дела, желает всем счастья, просит прощения, прощает, кормит птичек, людей, всем помогает вокруг, заботится обо всех, не смотрит всякую дрянь по телевизору. Когда он живет чистой и праведной жизнью, то его благочестие копится очень быстро с каждым днем. Когда его благочестие копится, оно меняет его характер, отношение к людям, дает ему проницательность, понимание, как правильно жить, разум, силу, выносливость, веру, твердость, духа. И так меняется его социальное положение в обществе. Он находит все другие, новых друзей, находит новую работу. Есть последовательность вообще, как благочестие меняет жизнь человека. Сначала человек меняет свою собственную жизнь, он начинает жить по-другому. Потом человек встречает хороших друзей, которые закрепляют его успех. Они уже как бы говорят, ну ты чего, так не надо жить, мы теперь так вот живем. Закрепляют его успех. Потом дальше, после того, как он нашел друзей хороших, меняется его работа или отношение к работе. То есть счастье больше на работе наступает, в деятельности. Потом после работы меняется личная жизнь. У человека появляется больше возможности жениться, выйти замуж. Потом, когда изменилась личная жизнь, начинаются меняться дети. И только потом родители. А если уже родители начали меняться у вас, значит, все, что нужно, вы уже сделали в жизни. Мы все уже поменяли вокруг. Но если человек не меняется, он ничего не меняется. В Индии есть много людей, которые просто носят кирпичи на голове. Если их спросить, зачем вы так живете, они говорят, мы не образованные, мы не знаем, как, ну как бы, больше ничего не знаем, что делать вообще. Нужно только носить кирпичи и не носить. У нас два варианта есть. Вот смотрите, теперь я вам на примере вот этой же Индии покажу, как человек меняет свою жизнь. Среди этих людей, которые пашут в полях целыми днями или носят кирпичи, находятся более разумные люди. Которые не то, что они перестают кирпичи носить, они идут в монастырь просто. И думают, да нафиг нужна такая жизнь, лучше я для Бога буду жить. И они начинают жить для Бога. Там, когда они живут в этом для Бога, в храме, им дают образование. Они начинают собирать пожертвования у богатых людей, начинают с ними знакомиться. И я знаю много, не одного, а много-много таких ребят, девчат, которые вот пошли в монастырь, пожили там, развились как личность. И потом, представьте, человек из этого поля вылез, там вообще, как бы у него все родственники там до сих пор в лесе в этом копаются. Он через 10 лет решает жениться. Ему находят порядочную девушку, хорошего, из хорошего рода, потому что он сам развился уже как личность. Находят хорошую работу, знакомые его друзья, потому что они видят, он возвышенный человек, он не подведет. Он получает уже хорошее знание, он знает жизнь, потому что он много, он уже наставник, он со многими людьми общается, дает знания. И он начинает совсем другую жизнь через 10 лет. Вот представьте себе, если бы он 10 лет в поле ковырялся, чтобы он таким человеком стал от этого? Нет. А что вы думаете, только в Индии так бывает? Я знаю много примеров, так же и в России. Когда люди идут просто, живут в монастыре там, развиваются как личности, потом уходят в мир и начнутся развитыми людьми. Я вам не предлагаю же осветить в монастырь. Я вам предлагаю, не меняя ничего в своей личной жизни, начать молиться каждый день, двигаться, бегать, закаливаться, любить природу. Я вам предлагаю поменять свою жизнь изнутри. Результаты будут потрясающими. Вы даже не надо долго ждать, не надо 10 лет ждать, потому что за 10 лет у него коренные изменения в жизни произошли. Представляете, из грязи в князи, как бы это очень сильно. А там, допустим, чуть-чуть поменять свою жизнь, там человеку много не надо, чуть получше работа, там чуть получше жилье, и его уже все в принципе устраивает. Это все быстро произойдет, просто потому что человек развивает себя как личность. Некоторые люди дают тренинги по личностному росту и рассказывают, как бабки зарабатывать хитро. Не слушайте этих людей, они просто на вас зарабатывают эти деньги. Личностный рост не означает быть более вертким, понимаете, и всем улыбаться ходить. Личностный рост означает более глубокое понимание жизни. Вот когда человек понимает, что такое молитва, это называется личностный рост. Если он понимает, что такое совесть, это личностный рост. Если он понимает, как правильно кушать, как правильно прощать, как правильно жить в семье. Причем интересно знать, что если человек ходит на какие-то тренинги и приходит домой варежку на жену, а там он такой святой, на тренингах он святой такой, приходит домой варежку на жену, ты у меня не святая, значит это просто вецемерие. Настоящий тренинг говорит, Олег Геннадьевич, где поучиться? Поучитесь дома. Вот у вас есть экспонат, тренировочный экспонат, ваша собственная судьба вам дала экспонат специально для вас, такой как надо. И вот на нем тренируйтесь. Вот это будет самый лучший способ вообще тренировки, потому что все естественно абсолютно натуральная тренировка, все приближено к реальности на 100%. Одна девушка подошла ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, какой толку, он пьет, изменяет там, какой-то смысл с ним жить. Я говорю, а он хочет с вами жить? Он хочет, а я не хочу. Я говорю, вы знаете, есть один смысл, но поймете вы этот смысл или нет? Она говорит, ну давайте, говорите, какой смысл. Я говорю, смысл такой, что это самый лучший способ вам потренироваться, изменить свою судьбу. Самый лучший способ. Вот прямо идеальный способ. Представьте, если вы сможете этого человека изменить, то вы станете мудрецом. А если вы его бросите, лучше все равно и Бог ничего не даст, потому что что есть, то есть, то есть, тебя не вспоменяешь. И он, ну я попробую. И я ей сказал, вы не попробуйте, а так делайте. И я знаю примеры, даже не хочу рассказать некоторые из них, потому что Бог так сильно защищает человека, который достойен. Никто не имеет права нас дать страданий, если мы уже их не достойны. Никто не имеет права. Я знаю одну девушку, одну женщину, у ней муж и сын, она за них всегда молилась. Они всегда, они издевались. Ну тяжелая у нее судьба, совсем тяжелая. Она всегда молилась, всегда терпела, прощала, служила, заботилась, строго себя вела, в общем, делала все как надо. Но они не менялись. Они ее били, издевались над ней, били там, гуляли, что только не вытворяли, короче. У нее больше в жизни никого не было, только муж и сын. Все. И она описывает свою жизнь, она рассказывает, что в какой-то момент я почувствовал облегчение. У меня в сердце стало спокойно, что скоро все будет хорошо. Потом дальше, когда я начала им говорить, поменять свою жизнь, у них включалась совесть. Они начинали как бы чувствовать, что они неправы, но они при этом не соглашались меняться. И в какой-то момент она почувствовала, что скоро закончатся ее страдания. Но они при этом не захотели меняться, это крайний случай, не захотели меняться, хотя уже она победила свою судьбу. И им Бог дал предупреждение в виде несчастного случая. И они все равно не захотели меняться. В результате они погибли в автокатастрофе оба. И муж, и сын. Она, конечно, не была счастлива от этого. Но Бог ее избавил от этих людей. Не положено, не положено, все. И дальше Бог ей дал хорошего мужа. Дальше новую семью, новую жизнь, все. Это о чем я говорю? Не волнуйтесь. Если вы думаете, что как бы вам уже положено что-то лучшее, а Бог не дает. Не волнуйтесь. Бог за всем следит. Он знает, кому что положено. Приходит время, если человеку положено что-то лучшее, сразу он получает лучше. Сразу получает. Ни одной секунды ждать Бог не будет, если уже положено. Ни одной секунды. А если не положено, надо дальше как бы идти вперед, сражаться за свою жизнь. Очень сильно помогает в борьбе за победу, за свою судьбу память. Память надо включать разными способами. Память о Боге. Это победа над судьбой. Надо вешать картины святых людей у себя дома. Это вызовет протест сразу, жуткий у всех родственников. Пытайтесь, как можете, выживайте. Не дают вешать в квартире, значит, тогда в свои блокнотики кладите. Не дают, чтобы святую музыку включать дома, значит, тогда включайте в своих наушниках. На работе в одно ухо вставляйте духовную музыку, а другим слушайте, что делать. Ну, то есть, из работы не выключайтесь, из процесса, но при этом фон поменяйте свой, фон, атмосферу свою поменяйте. Заставьте свою психику бориться в благостной атмосфере. Сначала это будет тяжело, потом привыкнете, потом не захочется уже назад. Все самое хорошее человек быстро принимает, и назад не хочется уже дальше возвращаться. Когда готовите пищу, особенно включайте духовную музыку, потому что пища несет в себе сильно судьбу человека. Если вы готовите пищу с духовной музыкой, даже, может быть, не ту пищу, которой хотелось бы, все равно она становится чище. Один мой знакомый провел эксперимент. Он никак не мог бросить пить, но он уже начал молиться. И он знал, что все, что в себя употребляешь, нужно сначала освещать. И он решил освещать водку. Ну, потому что, как бы он не мог неосвященную пищу принимать, надо было пищу по-любому освещать всю, а без водки он также не мог жить. И он начал освещать водку. И оказывается, освещенная водка – это самое лучшее лекарство, чтобы не пить. Потому что он выпивал освещенную эту водку, и его начало рвать. Он выпивает освещенную, его опять рвет. И так он не смог выпить. То есть, ему пришлось бросить пить, потому что его рвало от освещенной водки. А неосвещенную он не мог пить. Так он победил себе пьянство. Начал водку освещать, и все, как бы. Ну, я вам не рекомендую именно этот метод. Я не знаю, как у вас получится, но он искренне освещал. Потому что Бог туда зашел, в водку, а дух вылетел в результате. Неселящий. Вот и все. И в результате эта водка его заставила перестать пить. Такой случай интересный. Субтитры создавал DimaTorzok